Сейчас ведутся последние приготовления перед операцией. Будут задействованы 5 медиков. В среднем такая операция длится 1 час. При эндопротезировании сустав заменяют сложной конструкцией из металла, керамики и особо прочной пластмассы. Процедура в Крыму популярная, в основном среди людей пожилого возраста. Отметки в тысячу операций медики смогли достичь за 4 года. Даже при наличии современного медицинского оборудования, с технической точки зрения, операция считается сложной. Сам процесс заключается в чем? Поврежденные поверхности суставные меняются на искусственные. В основном это бедренная кость, колено сустава стоит в бедренной кости, из большеберцовой кости имеется в виду. Меняются эти компоненты на металлические, между ними ставится полиэтиленовый вкладыш. В 30% случаев пациенты перестают ощущать имплант. Врачи называют это синдромом забытого колена. Сам заменитель состоит из трех компонентов. Заменяется нам ложи большеберцовой кости, которую мы опилим. И дальше мы заменим между ними прокладкой, будет такая полиэтиленовая. Она сделана из специального, грубо говоря, поперечно связанного полиэтилена. Не тот, который полиэтилен, он достаточно прочный, он может стираться, я не знаю, десятилетиями. Колено беспокоило жительницу Джанкоя Ольгу Шевченко без малого 10 лет. Обезболивающие лекарства не помогали. После операции она чувствует себя хорошо. Однако после хирургического вмешательства предстоит реабилитация, успех которой во многом зависит от самой пациентки. Я надеюсь на лучшее, что будет хорошо. Мне еще и тазобедренные, потом будут тазобедренные менять, если все нормально будет. Операция прошла за 50 минут. На реабилитацию, по словам медиков, уйдет около двух месяцев. Кровопотери у нас практически не было. Сегодня планируем пациентку уже поднять на ноги после отхождения анестезии. Далее завтрашнего дня и сегодня она уже будет ходить с опорой на костыли в течение двух недель. В дальнейшем будет реабилитация, должно быть все хорошо у пациентки. В прошлом году на базе филиала провели около 400 подобных операций. А с начала 2022-го уже 9. Дауд Чахалов и Максим Голубев, телеканал Миллет, Ялта.